МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день всем. Здравствуйте, Владимир Иванович, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы уже шестой раз встречаемся в эфире телепрограммы «Открытый разговор». Напомним, что мы находимся в центральной телестудии, расположенной в Центре научно-технической информации и библиотек, на Рижском вокзале, в столице нашего государства, в городе-герое Москве. К нашему эфиру подключены студии управления всех железных дорог, мобильные телестудии, на связи все университетские комплексы железнодорожного транспорта. Кроме того, к участию в программе приглашены наши зарубежные коллеги. Напомню, что по ходу передачи вы можете задавать свои вопросы по телефону единой горячей линии для работников компании, студия которой как раз сейчас с нами на связи. Я приветствую всех участников и зрителей «Открытого разговора». Действительно, сегодня работники компаний во всех регионах страны могут задавать свои вопросы президенту РЖД Владимиру Якунину и кому-то посчастливиться сделать это в прямом эфире. Мы сейчас находимся в колл-центре горячей линии для работников РЖД. Именно сюда стекаются все вопросы к открытому разговору. Напомним, вопросы к программе поступают не только по телефону, но и по интернет и интернет-каналам. Горячая линия работает в компании с октября 2011 года. По телефону 8 800 100 1520. В круглосуточном режиме в течение года на линию поступает более 22 тысяч звонков с вопросами и обращениями от работников компании. Ответы даются абсолютно на все обращения работников. На 90% вопросов операторы отвечают сразу же в режиме онлайн, ориентируясь на имеющуюся базу знаний. Если вопрос нетипичный или, например, обращение содержит индивидуальную просьбу или жалобу, такое обращение рассматривается вместе с причастными подразделениями. После чего в течение 30 дней оператор сообщит ответ работнику. Одновременно на линии работают 14 операторов, а также специалисты по трудовому праву. Для повышения качества работы горячей линии регулярно обновляется база знаний, а для операторов ресурса проводятся обучающие семинары. Сейчас на своих экранах вы видите предварительную статистику обращений, поступивших к программе «Открытый разговор». К данной минуте зарегистрировано свыше 450 вопросов. Это в два раза больше, чем количество вопросов к прошлой программе. Самыми активными регионами стали Северокавказская, Горьковская, Московская и Октябрьская железные дороги. В целом работников больше всего волнуют вопросы управления персоналом, организации труда, системы управления компанией, жилищной политики. Но наибольший интерес у работников вызывают вопросы о корпоративных социальных гарантиях и оплате труда. Но не всегда звучат вопросы. Буквально накануне выхода программы в эфир к нам сюда на горячую линию позвонил Николай Кокушкин. Уважаемый Владимир Иванович, благодарю вас за помощь, оказанную мне на лечение дочери. Благодаря вашей поддержке мы своевременно прошли дорогостоящее лечение. Результаты произошли ожидания. Огромное спасибо вам и другим причастным руководителям. Дай бог здоровья вам, вашим семьям. Огромное спасибо. Я добавлю, что прием вопросов к открытому разговору с президентом компании продлится до окончания программы. Оставить обращение работники могут не только по телефону горячей линии 8 800 100 1520, но и сделать это в личном кабинете в интернете. Адрес вы видите на экране. Вы также можете заполнить специальную форму на интернет-сайте РЖД или интернет-сайте РЖД-ТВ. На время программы работает и номер для приема СМС-вопросов. Отправляйте свои сообщения на номер плюс семь девятьсот пятнадцать четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать. Стоимость отправки одного СМС соответствует стоимости тарифа вашего оператора. Каждое обращение будет обязательно рассмотрено. И если ответ не прозвучал в эфире программы, мы обязательно сообщим его работнику. Поэтому большая просьба, корректно оставляйте свои контактные данные. А теперь я передаю слово центральной студии открытого разговора. Спасибо, Лилия. Мы к вам еще вернемся. Владимир Иванович, здравствуйте еще раз. Вам слово для начала. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Во-вторых, пожалуйста, посмотрев на эту таблицу, откуда из каких дорог побольше вопросов задают, вы давайте только не соревнуйтесь в этом количестве, давайте поработаем над качеством. И то, что вопросов много, это естественный процесс, процесс работы огромной компании, огромного коллектива. Но вопросы сами ради вопросов, конечно, они никого не интересуют. Я обращаюсь к вам, хочу сказать, что прежде всего подчеркиваю, мы с вами работаем в год 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это действительно событие, которое во многом влияет на все области нашей работы, жизни, сотрудничества. Вы знаете, что мне приходится много встречаться с моими зарубежными коллегами и за рубежом, и здесь. И я хочу вам сказать, что вот не встречал практически ни одного человека, за исключением одного, пожалуй, у которого было какое-то искаженное представление о роли Советского Союза, Советской армии в победе над фашизмом. Все абсолютно адекватно воспринимают ситуацию. При этом, если посмотреть то, что происходит сегодня в блогосфере, в интернете, особенно на Западе, возникает впечатление, что эта система живет совершенно отдельно от жизни человеческого общества. Я сказал, что одного встретил, не побоюсь этого слова, чудака, хотя он осенен всяческими степенями, являлся, наверное, является одним из советников президента крупной европейской державы. Эта встреча произошла на конференции, которая проходила в Праге, когда этот человек, убеленный сединами, и ученый, вроде бы историк, ничтоже сумняще заявил, что освенцам освобождали украинца, поскольку освенцам освобождался войсками украинского фронта. Ну, значит, там были люди помимо меня, и я сам, и эти люди соответствующим образом, хотя и дипломатично, но достаточно четко объяснили ученому, значит, какие книги надо читать для того, чтобы не совершать таких фактологических ошибок. Все остальное вы сами наблюдали, парад, вы наблюдали большое количество гостей, которые приехали. Это все знаковые события, которые, особенно для молодых, должны являться ориентиром в их понимании значения общества, значения государства, значения той работы, которую мы с вами ведем. Тем более, что история Великой Отечественной войны – это в том числе не просто история боевых действий, это история нашего народа, это история в том числе и железнодорожного транспорта. 445 тысяч составов во время войны были отправлены с воинскими грузами, это боебребазы, военные техники. Было построено новых 10 тысяч километров железных дорог. Более 120 тысяч железных дорог было отремонтировано. 120 тысяч километров железных дорог. Это больше, чем вся наша сегодняшняя существующая сеть. Считай, на сколько? На 40 процентов там получается. Это, по сути дела, вот это те вехи, которые составляют историю наших отцов, дедов, железнодорожников, которые работали в этот период времени. Это первое. Второе. Естественно, что к 70-летию мы с особым тщением относились к вопросам, связанным с жизнью наших ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались на фронтах, которые работали в тылу, жертв концлагерей, маленьких узников концлагерей. Мы, по мере возможности, помогаем и помогали, и обиходить жилье, и помочь. Я не говорю там о праздничных подарках, это само собой разумеется. И, конечно, сердце болит, когда все еще откуда-то из глубинки приходят данные о том, что там живет ветеран в условиях, когда удобство, как говорится, во дворе, и ничего у него нет. И, в принципе, рядом есть все. И просто нет людей, которые бы вовремя это увидели. А ветераны, они люди скромные, далеко не всегда ходят к начальникам и пишут письма. Поэтому вы тоже там на местах должны на это обращать внимание. Компания, со своей стороны, большую работу ведет в этом направлении. Это касается не только ветеранов Великой Отечественной войны, это касается и просто пенсионеров, ветеранов железнодорожного транспорта. Помощь оказывается через наш благотворительный фонд и почет, и через благосостояние. И эти мероприятия выполняются вне зависимости от довольно сложного экономического состояния. В каком смысле независимо? Конечно, зависимо с точки зрения того, что мы в эти фонды можем направить только те деньги, которые заработаем. Но независимо имеется в виду по подходу. У нас есть коллективный договор, он выполняется, он будет выполняться. И хочу обратить ваше внимание, что больше двух третей тех льгот, которые предоставляются работникам железнодорожного транспорта, они превышают тот минимум, который определен законодательством Российской Федерации. Две трети – это дополнительные льготы, которые мы предоставляем. Это, конечно, требует денег. И эти деньги заработаем мы с вами сегодня работающие. Помимо этого, хотел бы подчеркнуть, что мы оказываем поддержку и молодым сотрудникам. Тяжеловато, но ипотеку мы сохранили молодежную. Тяжеловато, но молодых людей на обучение мы отправляем. В том числе отправляем и в зарубежные центры. Я уже неоднократно говорил, что отправляем туда не потому, что считаем, что на Западе образование лучше, чем у нас. Отправляем для того, чтобы вы поняли модель экономическую, социальную тех будущих партнеров, с которыми вы дальше будете работать. Чтобы у вас были языковые знания, странновеческие знания. И мы на это тоже деньги, соответственно, направляем. Откуда эти деньги берутся? Естественно, из того, что мы зарабатываем. Я хочу вам сказать, что, несмотря на весьма непростую экономическую ситуацию, мы прошлый год закончили, выполнив все основные параметры, которые у нас были. Этот год, он ничем не легче. Но и в этом году нам удалось выполнить основные параметры плана за 4 месяца. И в этом смысле есть определенные цифры, статистика, которые характеризуют эту работу. Мы смогли обеспечить повышение веса грузового поезда, среднего веса, до 3958 тонн. Это на 1% выше задания, которое перед нами стояло. Мы повысили среднюю производительность локомотива на 3,1% к плану. Мы смогли обеспечить рост маршрутной скорости на 2,6% процесса. Мы обеспечиваем реализацию программы «Транссиб» за 7 суток. И эта средняя скорость у нас уже достигла 1200 км за сутки. Мы добиваемся, безусловного, выполнения доставки грузов в срок. И если начинали чуть ли не с 53%, то сегодня это 93,8%. График выполнения движения грузовых поездов подтянули на 2,3%, до 98,6%. По проследованию, правда, у нас еще слабовато, 61,4% проходит вовремя. Но и то это выше, чем в предыдущий год, на 8,1%. Производительность труда последовательно повышается в компании. И за 4 месяца производительность труда у нас выросла на 6,6%. А себестоимость перевозок у нас всего лишь на 5,3% выше предыдущего года. А если вы знаете уровень инфляции, то вы прекрасно понимаете, что это прямой результат успешной деятельности именно всего коллектива железнодорожников. Ну и так далее. Я бы мог и дальше продолжать все эти цифры. Но думаю, что лучше я буду отвечать на вопросы. Могу только сказать, что мы смогли выполнить планы погрузки, которые у нас были. И перевыполнили 4 месяца на 0,4%. Правда, вы должны иметь в виду, при общем падении погрузки по сети за весь этот период, который теперь уже достигает по 5 месяцам 1,3% меньше погрузки, чем в предыдущий год у нас, к сожалению. И это сказывается на экономической стабильности компании. Несмотря на режим экономии, строжайший режим экономии, который мы ввели, еще раз хочу подчеркнуть, компания строго соблюдает подложения коллективного договора, который мы с профсоюзом согласовали. Острые вопросы обсуждаем вместе. И, значит, хочу, чтобы вы знали, как известно, там, Высоцкий пел насчет беззубых старух, которые слухи разносят. У меня нет ничего, никакого негативного отношения к пожилым женщинам. Это просто в песне Высоцкого так говорилось. Вот. Но я вам хочу сказать, что это не соответствует действительности. У нас трудовой договор, коллективный договор выполнялся, выполняется и будет выполняться. И это касается всех тех дополнительных льгот, о которых я Вам только что говорил. Достаточно сказать, что у нас объем средств, которые направляются на реализацию положения коллективного договора, значит, превышает 100 миллиардов рублей. Это очень большие деньги, как Вы понимаете. Но они не зряшно тратятся, я Вас уверяю. Все направляются на те нужды, которые необходимы, в том числе вот такие трагические случаи. Вы сейчас были свидетелями благодарственных слов. Таких письм, таких обращений, а потом благодарностей приходит в компанию много. И это, честно Вам скажу, поддерживает на фоне довольно часто практикующегося огульного охаивания всего того, что делается в компании. Но кому-то очень хочется, чтобы у нас было плохо. Вообще в стране, чтобы было плохо. А мы делаем так, чтобы было хорошо. Вот вчера стриж отправили до Нижнего Новгорода. Сегодня вся пресса Испании только об этом и говорит. На фоне тех ограничений, которые пытаются навязать европейским странам. А железнодорожники демонстрируют совершенно другую парадигму своего развития. Приятно? Конечно, приятно. Детишки в нем поехали из детских домов с отклонениями от развития. Как воробьище, Виталия, в Нижнем Новгороде мне рассказывают о счастье, что они проехали в этом поезде. Ну, конечно, радостно. Мы приступили к масштабным работам по модернизации БАМа и Транссиба. Нас с уважением встречают везде. Только что вернулся из Китая и Южной Кореи. С нами хотят сотрудничать, нас уважают. И это все заслуга нашего коллектива, который работает. Мы мощно работаем с европейцами. Помимо Испании, я могу назвать и Италию, и Францию, Австрию, да множество стран. Сегодня будем подписывать меморандум в присутствии премьер-министра Словацкой Республики. Железнодорожники вносят существенную лепту в развитие таких отношений. Все это вызывает чувство, с одной стороны, гордости за свою страну, гордости за нашу компанию. И чувство благодарности трудовому коллективу, который, собственно говоря, и добивается свершения всех этих событий. Задача управления – создать условия для того, чтобы трудовой коллектив, хорошо подготовленный, профессионально отобранный, смог выполнить наилучшим образом те задачи, которые перед нами стоят. Всегда нас отличала солидарность. И это проявилось в очередной раз, когда мы были свидетелями чрезвычайных ситуаций и в Забайкалье, и в Хакасии. И опять-таки, железнодорожники добровольно пришли на помощь своим товарищам, собрали существенные средства, которые направлены были на помощь пострадавшим в этих стихийных бедствиях. Ну, пожалуй, я вот на этом закончу, с вашего разрешения. Спасибо, Владимир Иванович. Мы традиционно начнем с вопросов из студии. Пожалуйста, первый вопрос, коллеги. Левухин Михаил Алексеевич, машинист подменного пункта «Разамас», локомотивный депо «Муром», Горьковская железная дорога. Уважаемый Владимир Иванович, скажите, рассматривается ли компанией вопрос о повышении процента индексации заработной платы, под которую был, сделал наш коллективный договор на 2014-2016 годы, под процент инфляции в 6,4%, и который по итогам 2014 года, согласно данным Росстата, составил 11,4%. Если да, то каким образом и в какие сроки компания планирует индексировать вот эту разницу в 5%? Спасибо. Понятно. Ну, что называется, вопрос не в бровь, а в глаз. Очень, значит, на него хотелось бы ответить абсолютно положительно, но ответить, к сожалению, я не могу. Мы живем с вами в реальной экономике, мы живем с вами в ревальных условиях. Мы с вами сами производим услугу по перевозке грузов и пассажиров. Но согласитесь, если у нас в этом месяце, вот я подписывал недавно план по грузовой работе, в этом месяце у нас объем перевозок, объем погрузки, прошу прощения, сокращается на 5,3%. Что это означает? Это значит, что, к сожалению, наша экономика находится в состоянии стагнации. Если это так, то мы с вами не зарабатываем денег на соответствующих этому падению. И перед нами стоит альтернатива. С точки зрения экономической теории, я как руководитель компании, правления, мы должны привести в соответствие количество работающих с количеством работы. Это понятно. Мы договорились еще в 2008 году с трудовым коллективом, который попросил меня не увольнять. Лучше пойдем на неполную занятость. Лучше будем брать отпуска без содержания на несколько дней. Но, пожалуйста, не увольнитесь с работы, потому что у каждого есть кредиты, дети, родители. И потерять работу в этих условиях, ну, это просто трагедия. Мы на это пошли. Значит, и вот благодаря этому нам удается сохранить практически полный костяк трудового коллектива. Но это означает, что вы сами просите меня о том, что решает нас возможности в полном объеме индексировать заработную плату. Можно было бы сократить 40 тысяч человек. И за счет этого сокращения, значит, выдержать все вот те наши договоренности, которые есть. Поэтому, к сожалению, максимум, что мы могли сделать, это к тому, что было сделано в прошлом году, добавить еще 3,7%, и это будет 5,1% по году. Это, конечно, ниже, чем уровень инфляции официальный, больше 11%. Но хочу обратить ваше внимание, что мы, наверное, ну, если не единственная, то одна из очень немногих компаний, которые в этих условиях пошли на индексацию заработной платы. Мы сохраняем весь объем коллективного договора. Я имею в виду с точки зрения финансовой поддержки. Поэтому, могу вам честно сказать, ситуация не упрощается, она сложная, она будет оставаться такой сложной. Что касается дальнейшей работы, предвижу, что 15-й год для нас будет оставаться таким сложным. Возможно, возможно, там, скажем, где-то в середине 16-го года ситуация будет более нормально выправляться, будет нормально выправляться. Но, значит, до этого периода времени мы внесли по согласованию с профсоюзом, непростое согласование было, изменение в некоторой статье коллективного договора, и мы изменили порядок, по которому индексируется заработная плата на вот этот, значит, этап сложного экономического положения и стагнации экономики. Я говорю, как есть, извините, что называется, за правду, но это касается всех. Это касается не только рабочих специальностей. Кстати, вот, значит, с точки зрения рабочих специальностей мы категорически не пошли на поводу у предложений сокращать заработную плату, а вот то, что касается административного аппарата, значит, это все-таки люди, которые получают достаточно высокие заработные платы, включая президента компании, мы пошли на сокращение вознаграждения для этой категории, для того, чтобы найти в том числе и дополнительные источники для повышения на 3,7%. Вот. Спасибо за вопрос. Спасибо, Владимир Иванович. Пожалуйста, второй, следующий вопрос. Я Михальченко Светлана Алексеевна, ведущий инженер ПМС-48, Красноярская железная дорога. Хочу задать вопрос. Владимир Иванович, планируется ли в 2016 году переход центральной дирекции по ремонту пути в дочернее зависимое общество? Спасибо. Ну, давайте начнем с того, что деятельность по ремонту инфраструктуры является одним из ключевых видов деятельности российских железных дорог. Эта деятельность, она для нас важна, и эта деятельность будет продолжаться. Вот, вне зависимости от того, какие рассматриваются варианты, значит, эта деятельность будет сохранена, и она будет сохранена как вид деятельности в рамках холдинга. С точки зрения тех подходов, которые мы сегодня рассматриваем, есть несколько вариантов. Есть тот, который сегодня существует, это в виде дирекции. Есть варианты, при котором мы думаем о возможности или целесообразности создания дочернего общества, нашего собственного, которое будет работать. И тот, и другой вариант, и тот, и другой вариант обеспечивает, во-первых, а, сохранение рабочих мест, б, повышение эффективности работы по ремонту инфраструктуры. Поэтому пути мы сейчас идем, по пути обсуждения и разработки соответствующих предложений для совета директоров. В любом случае, эти изменения, если они состоятся, то они могут произойти только по согласованию с советом директоров, только по согласованию со всеми инстанциями, которые являются регулирующими для российских железных дорог, и будут направлены, безусловно, на повышение эффективности этой важной деятельности российских железных дорог. Так что не волнуйтесь и работайте. Спасибо. Наши режиссеры подсказывают, что есть вопрос из мобильной студии Свердловской железной дороги. Коллеги, добрый день. Пожалуйста, вы на связи. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, уважаемые коллеги, работники Свердловской дороги. И я, Раченко Елена Эдуардовна, начальник службы корпоративных коммуникаций. Находимся в пункте технического обслуживания локомотивов станции Сидельникова. Наш первый вопрос. Добрый день, Владимир Иванович. Я, Ахмаров Вячеслав Раисович, составитель поездов. Хочу задать вопрос. Работаю на железной дороге давно. Приходится сталкиваться с такой ситуацией, что на грузовых вагонах изломаны и погнуты спецподножки и поручни, из-за чего нам, составителям поездов, приходится сопровождать маневровый состав пешком. Почему при ремонте грузовых вагонов спецподножки и поручни не ремонтируются должным образом? Спасибо. Вообще говоря, это безобразие. Это безобразие. И, значит, здесь есть два аспекта, на которые я прошу и вас обратить внимание. И, может быть, в этом отношении нам помочь. Значит, первое. Эти элементы вагона должны ремонтироваться, когда вагон проходит соответствующие капитальные виды ремонта. В обязательном порядке. Дальше. Помимо этого, у нас есть приемщики, которые должны следить за тем, чтобы эта работа выполнялась. Я обращаюсь к сети, поскольку меня наверняка слушают не только те, кто собрали в студии, меня слушает сеть, меня слушают начальники высокие. Я обязываю усилить работу по контролю за выполненным ремонтом. Потому что что получается? У нас экономия делается не за счет повышения эффективности труда, а за счет сокращения того, что должно быть сделано в обязательном порядке. Мы обратили внимание, что у нас, например, на наших предприятиях, которые еще у нас остались, ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3, стоимость ремонта выше, чем на частных предприятиях. Задались вопросом, за счет чего? Может быть, там такая производительность труда, такая организация, что поучиться надо? Да нет. Конечно, что-то есть. И у нас хорошее что-то есть. И там. Но в основном это как раз происходит за счет качества ремонта. И то, о чем вы говорите, это как раз некачественный ремонт. Поэтому по вашему обращению обязательно, помимо вот этого устного поручения, адресованного к нашим руководителям, будет выпущен документ, обязывающий приемщиков вагонов браковать вагоны, выходящие из ремонта с такими погрешностями. Спасибо за вопрос. Вы, кстати, сколько там стоите? Я когда обращался к вам, видел, что вы там переминались ноги на ногу. Наверное, давно стоите? Сначала программа. Ну ладно. Коллеги, пожалуйста, у вас есть возможность задать еще один вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Я Ковяжин Михаил Александрович, машинист электровоза, локомотивного ДПО Каменс-Курайский. Хотел бы вам задать следующий вопрос. Ввиду сложной обстановки экономической в стране, возможно ли какое-то изменение в социальной политике ООО РЖД? И что для этого делается? Михаил Александрович, вы какие социальные изменения имеете в виду, если можно я уточню? Вы имеете в виду содержание нашего коллективного договора, или что вы имеете в виду более конкретное? Ну да, я имею в виду, что содержание коллективного договора, что-то изменится у нас, или ничего не изменится? Спасибо. Ну вот я уже отвечаю на предыдущий вопрос. Сказал, что единственное серьезное изменение, которое, значит, нам пришлось принять, это изменение, касающееся той статьи, которая регулирует по нашему договору индексацию заработной платы. Поскольку мы видим, что ситуация, мягко говоря, не очень, и мы понимаем, что мы не сможем сейчас пока выйти на те экономические параметры, которые у нас были еще там два-три года тому назад, мы приняли решение, совместное решение, непростое решение о приостановлении деятельности этого положения, которое обязывает индексировать заработную плату в уровень инфляции. Вы помните, оно у нас такое было. Я вам сказал, что по этому году, к сожалению, это будет, ну, считай, там, половина, может быть, чуть поменьше, чем уровень инфляции. Но с учетом общей обстановки в стране, это все равно вполне достойно, потому что у нас, например, по четырем месяцам заработная плата выросла в целом на 8,1%. Понятно, что когда мы говорим о реальной заработной плате, мы все равно с вами посчитаем минусы в кармане. Но на фоне всего, что происходит, согласитесь, это все-таки позитивный элемент, и вот мы эту политику будем продолжать. А что касается остальных элементов коллективного договора, о которых я говорил, и эти две трети дополнительных к закону льгот мы будем сохранять, и общий пакет у нас сохраняется. Так что в этом отношении все будет действовать так же, как и действовало раньше. И еще один момент, на что я хочу обратить внимание, значит, тут опять-таки слухи всякие разносились в прошлом году, и некоторые работники поспешили уйти на пенсию для того, чтобы получить причитающуюся им, значит, выплату при увольнении на пенсию. Но я хочу обратить ваше внимание, уволиться-то можно, и деньги эти немаленькие получить можно, но потом, когда придут устраиваться на работу, не факт, что их возьмут с учетом того, что у нас люди находятся и на неполной рабочей занятости, и отпуска без содержания берут, ну и, вообще говоря, было бы несправедливо. Я хочу и здесь все получить, я хочу и здесь, и вы на мне еще, пожалуйста, работу дополнительно найдите. Ну, так не бывает. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Иванович, пока готовится следующее включение, позвольте напомнить, что вопросы можно присылать и направлять прямо сейчас в режиме онлайн. Горячая линия работает, ее номер 8800 100 ровно 1520. Сейчас запланировано включение из студии Самарского государственного университета путей сообщения. Уже стало доброй традицией, чтобы все университетские комплексы были на связи. Там присутствует профессорско-преподавательский состав, наши студенты, студенты-целевики, коллеги, студия, Самара, университет путей сообщения. Пожалуйста. Доброе утро, Владимир Иванович. Вас приветствует Самарский государственный университет путей сообщения. В студии Купцова Наталья, заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций, студенты и преподаватели нашего вуза. И наш первый вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Я Сувчукова Екатерина, студентка четвертого курса. Владимир Иванович, принято считать, что как молодого специалиста примут в компании, так он дальше и будет работать. А какая система адаптации и наставничества в РЖД? Также хотелось задать вопрос, какую роль в вашей жизни сыграли наставники? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, мы как раз, наверное, уже года два тому назад задались вопросом, а вот та система наставничества, которая была свойственна нашей промышленности и в предыдущие времена, как она сегодня работает у нас в РЖД или не работает? И выяснили, что, вообще говоря, система оставляет желать лучшего. Она формально существует. У нас, например, в локомотивных ДПУ, вы знаете, есть машинисты-наставники. Но вот с точки зрения целенаправленности работы именно с молодыми кадрами, значит, мы решили, что необходимо эту работу усиливать. И на сегодняшний день мы требуем от того, чтобы руководители на всех звеньях при появлении или при принятии на работу молодого специалиста, молодого работника, лично курировали прохождение его становления в компании. Вы совершенно правы, потому что молодой работник, попадая в незнакомую обстановку, конечно, он нуждается в определенной поддержке, ну, хотя бы рассказать, чем живет коллектив, что нужно делать, подсказать с точки зрения знаний технологических приемов выполнения работы. И эту работу, безусловно, нужно и необходимо развивать. Более того, мы приняли решение о том, что у нас наставничество должно определенным образом и поощряться. И для того, чтобы стимулировать, стимулировать старших, более старших работников, более опытных работников тем, чтобы они и свои знания передавали, и молодых работников поддерживали. И мне кажется, что наставничество – это еще и есть такая форма социальной передачи знаний и традиций, свойственных коллективу. Это очень важно. А что касается моего опыта, то, вы знаете, я вот до сих пор помню наставника, вы, наверное, этого не знаете, а может, вы знаете, в мое время, начиная, по-моему, с девятого класса, была обязательная производственная практика в школах. И мы один день в неделю, значит, мы работали на заводе. Я работал на электросире. И тогда был первый опыт, и у нас нами занимался, нами заведовал удивительный совершенно человек, до сих пор его хорошо помню. Наверное, лет 10 тому назад случайно я его встретил на улице Санкт-Петербурга. Так он аж проследился. Он говорит, у меня больше таких, значит, молодых не было после вашего класса. Но у нас действительно это человек, который нам привил любовь к труду, который привил нам любовь к соревновательности. Мы там вкалывали по полной программе и еще соревновались, кто больше, значит, выполнит задания. И вот такие люди, конечно, не уникальны. Но такие люди не обязательно это высокие профессионалы в своей профессии. Это еще должен быть человек и определенного ментального склада, определенного склада характера. Ему должно быть интересно то, что он делает. И вот таких людей нужно, конечно, и беречь, и помогать им. Ну, а вы должны их любить. Спасибо. Спасибо. У нас есть возможность. Пожалуйста, второй вопрос. Владимир Иванович, здравствуйте. Фараленков Сергей, студент четвертого курса Самарский государственный университет путей сообщения. Владимир Иванович, к проектированию и строительству высокоскоростной магистрали уже приступили. Но в отраслевых вузах до сих пор нет специализированных кафедр по подготовке специалистов для работы на этих магистрали. Скажите, какие специалисты наиболее востребованы при строительстве и эксплуатации высокоскоростной магистрали? Вы, конечно, уже наверняка знаете, что, вообще говоря, верхнее строение само по себе является очень сложным инженерным сооружением. А верхнее строение пути для высокоскоростного движения, контактной сети высокоскоростного движения, система сигнализации и блокировки это вообще новая передовая отрасль железнодорожной науки. И с этой точки зрения, те традиционные специальности, которые требуются на железнодорожном транспорте, они будут требоваться и будут востребованы, естественно, и при строительстве и эксплуатации высокоскоростного движения. Единственное, что там нужно знать новые материалы, там нужно знать новую технику. И все это требует дополнительных знаний. Я не совсем соглашусь с вами, что наши высшеучебные заведения как бы игнорируют или пропустили факт начала проектирования высокоскоростного движения, потому что в МИИТе, я знаю, к этой работе уже подключились. У нас есть обмены с железными дорогами. Вот у нас сегодня в студии сидит довольно большая группа немецких молодых специалистов. Я сегодня подписал письмо в адрес руководителя немецких железных дорог с просьбой принять группу наших специалистов для того, чтобы обменяться опытом в области управления железнодорожного транспорта и, конечно, высокоскоростной составляющей. И я согласен, что сейчас должны появляться просто профильные кафедры, которые должны этим заниматься. Но нам не нужно, чтобы они появлялись ради галки. Появятся новые кафедры, появятся новые кадры. Те преподаватели и профессора, которые раньше были, перераспределяют между собой эти должности. Вот этого нам не надо. Тогда нужно, чтобы профессорско-преподавательский состав сначала прошел соответствующую дополнительную подготовку, а потом начал учить студентов. Потому что в противном случае ничего путного из этого не получится. А сама жизнь диктует необходимость такого направления в учебной деятельности, в научной деятельности. Так что мы об этом говорили во время встречи с ректорами. И я уверен, что эта работа будет в вузах наших продолжена. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо, коллеги. У нас есть следующие вопросы. Мы возвращаемся в центральную студию на Рижском вокзале. Пожалуйста. Губанков Андрей Викторович, монтёр пути Розаевской дистанции пути, Куйбышевской дороги, Мордовия. Вопрос, касающийся заработной платы монтёров пути. Будет ли пересмотр системы оплаты труда у монтёров пути, так как на данный момент система не совсем работает? Монтёры пути получают заработную плату не от объёмов выполненных работ, а так, как решит администрация. Спасибо. Иван Иванович, ну вообще говоря, я надеюсь, что вы несколько преувеличиваете заявление относительно того, что монтёр пути повышает зарплату от того, с какой ноги встал соответствующий руководитель. Но в чём я с вами соглашусь, что в этой области и плюс ещё исходя из общей экономической ситуации, есть что делать. Вот мы сейчас, например, ввели систему, при которой есть два вида оценки деятельности. Один вид – это стандартная участковая работа, когда вы отработали на определённых километрах. И по тому, как вы эту работу сделали, вам начисляются соответствующие дополнительные пожрительные вещи. Я имею в виду превысшие баловые оценки. Заработная плата низкая. Понятно. Сейчас я к этому тоже подойду. Значит, я всё-таки закончу мысль, потому что не все же так хорошо осведомлены о заработной плате, как вы, своей собственной. Второе – это когда выполняются срочные работы. Вот с этой системой, я думаю, что вы согласны, что она справедливая, она действительно оценивает, кто чего заработал. Значит, второй аспект – это конкурентноспособность заработной платы. У нас на сегодняшний день ситуация заключается в том, что научно обоснованный коэффициент соотношения средней заработной платы в железнодорожном транспорте по отношению к производственным сферам должен быть где-то в районе 1,4. Значит, у нас есть более 33 субъектов федерации, где этот коэффициент железно выдерживается. В остальных он поменьше и опускается до 1,25. Значит, мы постоянно ведём разговоры с правительством относительно необходимости обращения внимания на заработную плату, особенно вот в этих категориях и в этих регионах. Что мы со своей стороны сделали? Ну, во-первых, понимая, что возникли определённые перекосы и региональные, и содержательно с точки зрения самого объёма заработной платы, мы в прошлом году направили на так называемую точечную индексацию, там, где зарплата опустилась ниже того уровня, который, вообще говоря, допустим, 300 миллионов рублей. В этом году за счёт оптимизации у нас высвобождается где-то 1,2 миллиарда рублей, и мы приняли решение, что эти деньги не изымаются, вот мы получили эффект, изымаются в общую как бы казну. Нет, мы эти деньги точно так же будем направлять на соответствующую поддержку заработной платы, на соответствующее стимулирование вашей работы, потому что, ну, уважаемые коллеги, я думаю, что никому не надо говорить, что работа монтёра пути для нас и с точки зрения качества перевозочного процесса, и с точки зрения безопасности является, значит, ключевой работой. Поэтому этому вопросу, как вы видите, мы уделяем внимание, вот я то, что мог, я вам рассказал о том, какие меры будут приниматься. Спасибо. Мне подсказывают, что у нас есть вопрос с горячей линией для работников компании, поэтому мы направляемся туда. Или ещё раз здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Спасибо, Антон. К нам позвонила Олифер Ирина Николаевна, оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров вагонного участка Благовещенска, федеральная пассажирская компания, Забайкальская магистраль. Ирина Николаевна, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Иванович. Я работаю на железной дороге с 2001 года. За это время были разные моменты и времена в работе. Мы понимали и шли навстречу руководству, брали дни без содержания, работали неполный рабочий день. А теперь наступил момент, когда мы стали не нужны своей железке. 2 марта 2015 года подписан приказ номер 68 об упразднении вагонного участка станции Благовещенск. Это 350 человек. Для нашего города это большая цифра. Люди должны уйти. Вопрос даже не в том, где нам найти достойную работу, а в том, почему господин Овчинников решил, что это должны упразднить Благовещенск, а не Читу. Ведь это не является экономическим развитием Дальнего Востока. Почему люди и работники, и пассажиры стали никому не нужны. Отменили поезда и дальние, и пригородные. Это уже экономическая блокада Амурской области. Мы хотим и умеем работать. И для этого у нас есть все необходимое. Подскажите, пожалуйста, Владимир Иванович, что нам делать в сложившейся ситуации? Очень надеемся на ваше понимание. Спасибо. Вообще говоря, вопросы, связанные с оптимизацией структуры не только ФПК, но и структуры РЖД, рассматривались и на уровне премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Я сам участвовал в этом совещании, когда вопрос был поставлен вновь назначенным губернатором Амурской области, тогда исполняющим обязанности. И по этому поводу мы давали пояснение. Но вот сейчас я для всей сети, отвечая на ваш вопрос, могу сформулировать следующий ответ. Все определяется реальной действительностью. Если нет работы или если нет оплаты за эту работу, ни одна компания существовать не может. И здесь элементы, скажем так, эмоционального восприятия присутствующие, они должны уступать расчету. Потому что без труда, как говорится, не вынешь рыбку из пруда. О чем я говорю? У нас пассажирский комплекс находится в очень непростой ситуации. Вот у нас в понедельник вчера была очередная планерка, и выяснилось, что у нас пассажирские перевозки еще сократились на 7%. На 7%. 4% из них – это последствия гражданской войны на Украине, но в целом 7% – это колоссальный объем сокращения. Государство по закону обеспечивает определенный заказ на перевозки в регулируемом секторе и выплачивает дотацию. При том, какую инфляцию мы имеем, у нас сокращение этих дотаций по дальним профилактическим перевозкам произошло с 29,5 миллиардов рублей, по-моему, до уровня 26. Эти деньги ничем не компенсируются. Отсюда ведется работа и с регионами, и с центральным правительством по согласованию и оптимизации компании, потому что просто делать вид, что ничего не происходит, и осуществлять работу мы можем, но только это будет работа бесплатная, потому что платить деньги будет не за что и нечем. В вашем конкретном случае, когда я разбирался, и по этому поводу разговаривал с Михаилом Павловичем Акуловым, на мой взгляд, администрация не все сделала так, как нужно было бы сделать. Ну, например, мы в центре получили информацию о том, что будет встреча с трудовым коллективом только за день до того, как эта встреча должна была пройти. Естественно, никто от нас туда поехать не смог, реально. Второе. Значит, с губернией все разговоры о необходимости закрытия этого предприятия, они велись, обсуждались. И когда руководство губернии делает вид, что оно не в курсе, это, вообще говоря, не совсем корректно, мягко говоря. — 350 рабочих мест, 350 человек работающих — это тема, которая требует непосредственного внимания президента компании. Вообще говоря, по моему устному указанию, ни одно рабочее место не может быть сокращено за Уралом, ну, за Урале, Сибирь, Дальний Восток, без рассмотрения практически на моем уровне. И вот за то, что эта работа надлежащим образом все-таки недостаточно была проведена, соответствующим начальникам, значит, высказаны вполне конкретные претензии. Что касается сутевого вопроса, это не просто закрытие и со словами «прощай», значит, отправление рабочих, значит, с работы. Ведется работа, сделано предложение о переводе, значит, этого и этих рабочих мест в состав филиала Читинского, для того, чтобы люди могли принять работу. Любому сокращаемому делаются предложения по другой работе, которую он может найти. В этом смысле, я прекрасно понимаю, что всегда тяжело менять работу, образ жизни, который ведешь. Но давайте исходить из известной поговорки «по отежке протягиваем ножки». Это же не тот случай, когда вот отрубили, значит, выплатили компенсацию и до свидания. Все сделано в соответствии с действующим законодательством. Предложения по другим рабочим местам тоже были сделаны. Будем эту работу продолжать и дальше. Но сам процесс оптимизации, оптимизации, нашей оптимизации, я же сегодня вначале говорил, мы на 1,3% потеряли, значит, погрузку. Мы на 7% потеряли пассажиров. Мы не можем оставаться в том состоянии, в котором мы есть, потому что мы просто-напросто не имеем этой работы. Поэтому работа эта будет проводиться? Будет проводиться вместе с профсоюзными организациями, с трудовыми коллективами, чтобы не возникало никакого недоумения и непонимания, и опасения, что вот просто людей выбрасывают на улицу и делаешь что-то хочешь. Так что не могу согласиться с вашим заявлением о том, что мы пренебрежительно относимся к работникам, которые у нас работали и работают, и по типу того, что никому не стали нужны. Меньше стало нужно нашей железнодорожной работы, но это касается всех. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. На этом примере мы еще раз перепроверим то, как эта работа в принципе у нас поставлена, в том числе по вопросам оптимизации за Уралом на Дальнем Востоке. Обязательно усилим контроль, чтобы эти ситуации проходили выверенно и аккуратно. Сейчас режиссеры подсказывают, что мы перемещаемся на Дальний Восток, студия Дальневосточной железной дороги. Коллеги, здравствуйте. Пожалуйста, вы на связи. Здравствуйте, Владимир Иванович, Антон Александрович, коллеги. Студия Дальневосточной железной дороги, начальник службы корпоративных коммуникаций Денис Трипелец и сотрудники магистрали. И у нас есть вопрос. Добрый день, Владимир Иванович, начальник Сахалинского агентства фирмы транспортного служения Жоголев Максим Алексеевич. В этом году в Китае будет разработан подробный стратегический план создания экономического пояса «Шелкового пути». В России уже есть подобный альтернативный проект «Трансевразийский пояс развития». Владимир Иванович, как Вы считаете, каким образом эти два проекта смогут дополнить друг друга? Какие внутренние проблемы стоят на пути практической реализации проекта «Трансевразийский пояс развития»? И как он будет развиваться в дальнейшем в связи с сложившейся международной обстановкой? Спасибо. Спасибо. Во-первых, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Я несколько дней тому назад участвовал в Шанхайском форуме, где как раз выступал, и надо отдать должное, к нам с большим уважением относится в Китае. Мне была предоставлена возможность выступить первым среди основных выступающих, а там были и бывшие замминистры Италии, Великобритании, Нобелецкий лауреат по экономике был, что отражает интерес китайцев к тому, что делается у нас. Сначала скажу о том, что было произнесено совсем недавно, во время празднования 70-летия Победы, Великой Отечественной войне, китайским лидером Сидзипином, во время его пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Сидзипин сказал о том, что развитие нового шелкового пути, они теперь его называют, кстати, взяв нашу терминологию, один путь, один пояс, пояс развития имейте в виду, что эта концепция, она направлена на развитие сотрудничества с Евроазиатским союзом и развитием Евроазиатского союза. По сути дела, он подтвердил, китайский лидер, о том, что и новый шелковый путь, и ТЭПР, как мы его называем, это не альтернативные варианты развития, а это сопрягаемые, взаимнодополняемые варианты, и именно поэтому мы будем сотрудничать и взаимодействовать в рамках реализации и идеи нового шелкового пути и ТЭПРа. ТЭПР для нас, и это его сутевое содержание, которое увидели через некоторое время наши китайские коллеги и восприняли, отличается тем, что это не просто очерченный на карте новый транспортный путь. Пояс развития потому и называется поясом развития, что он является основой солидарного интегрального развития огромных территорий в интересах всех участников. Мы видим развитие ТЭПРа как международное сотрудничество стран, которые заинтересованы в использовании не только транзитного потенциала Российской Федерации, но и в возможности сотрудничества в инвестициях в развитие всех видов инфраструктуры. В развитие образования, в развитие социальной сферы нашей жизни, в создание новых производств, освоение новых полезных, месторождений полезных ископаемых. Этим он, конечно, отличается от первоначальной концепции нового шелкового пути. Но китайцы, увидев это, сегодня приблизительно также начинают выстраивать стратегию нового шелкового пути, которую обозвали, как я уже сказал, один путь, один пояс. Считаю, что это перспективнейшее направление с точки зрения освоения ресурсов и развития в дальневосточном федеральном округе, в Сибири и совершенно убежден, что этот проект востребован. На сегодняшний день наш ТЭПР по-прежнему пока еще является концепцией научной, доложенной на Президиуме Академии Наук. В Институте социальных проблем Академии Наук создан специальный центр. Я по совместительству являюсь старшим научным сотрудником этого центра. Плюс мы работаем на базе наших собственных возможностей и мы будем сейчас активно работать над тем, чтобы этот проект приобрел очертания практического плана работы для доклада правительству и для доклада президента. Спасибо. Дальний Восток, спасибо вам. Мы возвращаемся в центральную студию на Рижском вокзале Москвы. Владимир Иванович, по итогам предыдущего открытого разговора вы давали ряд поручений. Мы проверили их выполнение и подготовили небольшой сюжет. Предлагаю посмотреть. 21 телестудия, 2 часа прямого эфира, более 500 тысяч зрителей. Таким стал открытый разговор 30 сентября 2014 года. Впервые, помимо работников компании, свои вопросы президенту РЖД задавали студенты железнодорожных вузов. Темы разговора были самыми разными. Будет ли индексация заработной платы, получим ли инвестиции на модернизацию БАМа, каковы дальнейшие перспективы внедрения твердых ниток графика и многие другие. По итогам общения с работниками президент компании дал ряд поручений. И вот дирекция тяги представила предложение по увеличению темпов установки виброзащитных кресел в кабинах локомотивов. Помимо плановой модернизации рабочих мест локомотивных бригад, кресла устанавливают во время всех видов заводского ремонта, а также текущего в объеме ТР-3. С октября прошлого года обновлено уже свыше 1100 рабочих мест. В 2015-м предполагается заменить свыше 3500 кресел. Кресло может у нас по салазкам двигаться вперед-назад, то есть, опять же, это очень удобно в плане наблюдения индикации за приборами безопасности. Плюс кресло, значит, стало более эргономичное, мягче, естественно, кожаное кресло. Следующее поручение президента холдинга касалось студентов-железнодорожников. Чтобы повысить их мотивацию к освоению выбранной профессии, в компании пересмотрели порядок оплаты производственной практики. Это очень здорово, на самом деле, получая за свой труд, по специальности, тем более во время обучения, денежное вознаграждение, получая тем самым бесценные практические знания. Я очень рад и за своих сокурсников, за своих товарищей из других специальностей, что с этого года они тоже получат возможность получать деньги за свою работу. 1 июля 2014 года в сервисные компании по обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава был переведен персонал 105 ремонтных локомотивных депо, всего около 50 тысяч человек. Главный технолог одного из ремонтных подразделений Геннадий Лаптев обратился с просьбой о сохранении возможности поощрения работников сервисных компаний наградами РЖД. Инициатива была полностью поддержана, соответствующие изменения внесены в нормативные документы. И такими наградами уже отмечен 21 работник сервиса. Один из них – Виктор Шишкин. Награда, конечно, большая, потому что оценили труд и считают, что жизнь была прожита не зря. Некоторые вопросы работников к Владимиру Якунину находят свои ответы еще до выхода программы в эфир. Например, обращение Виктора Сергеевича Суслова, участника Великой Отечественной, ветерана труда. Он воевал под Ленинградом, затем вернулся на родину в Калининскую область, работал в колхозе, а потом более 35 лет путейцем на участке Балагоя-Санково. На пенсии Виктору Сергеевичу от компании направляли переводы и поздравления за добросовестный труд. Но 9 лет назад Виктор Сергеевич сменил место жительства, и вскоре переводы прекратились. В апреле этого года ветеран обратился к главе компании с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию. В результате выплата благотворительной помощи восстановлена, а также переведены все положенные за 9 лет средства. Ну, я что-то в интернет сидела и на сайт Якунина как-то зашли. Ну, я ей написала письмо, как бы с его слов. Через два дня они сразу приехали с подарками. И к 9 мая все выплатили, все нам суммы. Благодарим железнодорожников, железную дорогу, всем большое спасибо. В компании была поддержана и инициатива фронтовика ветерана-железнодорожника Николая Алексеевича Пустовалова с Забайкальской железной дороги. Он предложил 9 мая к паровозу фронтовику «Лебедянка», который установлен на станции Благовещенск, подключить сигнал и дать гудок в честь Великой Победы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это основной транспорт. Больше никакого не было. Ни тепловоз, ни электрозов не было. Это же... Вот почему я и с Якуниным согласовал это дело. Вот я и сравнил, что это равносильно Катюша, наш полевоз. Да, вот он. Сотрудники РЖД могут задавать свои вопросы в любое время. Для этого в круглосуточном режиме в течение всего года работает телефонная горячая линия для работников компании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это маленькая толика того, что было сделано по обращениям. И мы сейчас говорили о тех обращениях, которые во время горячей линии поступили. Действительно, регулярно просматриваю те обращения, которые поступают и на блог. Но мне кажется, что все-таки более прямой путь таких вот обращений, связанных с конкретной работой, это все-таки, значит, обращения и к нам на горячую линию, и соответствующие подразделения. Потому что в противном случае поступает масса вопросов, которые достаточно просто могут быть решены на уровне тех исполнителей, которые в конечном итоге это и делают. Поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы, если заходите ко мне на блог, то сами, значит, регулируйте, какие вопросы вы должны мне направить. Потому что вот последнее время я буквально несколько дней тому назад снял одно сообщение о смутрищиках вагонов. Не буду сейчас называть ни его имени, ни регион. На мой взгляд, он описал выпиющую ситуацию. Если она подтвердится, то, значит, обратившегося я лично поощрю, а начальника, который допустил нарушение принципов организации работы и безопасности, просто-напросто отправим в увольнение. Вот такого качества, конечно, вопросы, они должны решаться мгновенно. Ну и приятно, что люди видят, что мы выполняем свои обязательства, поручения контролируются, будем и так дальше работать. Это наказ, собственно говоря, который я воспринимаю для себя самого. Спасибо за комментарии, Владимир Иванович. Кроме работников компании, в центральной студии присутствуют также сотрудники наших средств массовой информации, корреспонденты ГУДКа и РЖД-ТВ. У них тоже есть свои вопросы. Пожалуйста. Надежда Росихина, корреспондент газеты ГУДК. Здравствуйте, Владимир Иванович. На прошлой передаче открытый разговор. Вы сказали, что средства на модернизацию БАМа обязательно будут. Но, как мы знаем, те средства, которые были запланированы к выделению в 2014 году, поступили под завершение первого квартала 2015 года. В связи с этим есть два вопроса. Первое – это планы по реализации, то есть в связи с изменением финансирования будут ли изменения по времени в планах реализации. И второе – вопрос – это ресурсы. Потому что, как известно, в нашей стране и цены растут, и инфляция, и поэтому есть риск удорожания вообще проекта. На ваш взгляд, хватит ли ресурсов и достаточно ли их для реализации? Вы задаете очень профессиональный и очень важный вопрос. Тем более, что, знаете, я сегодня ехал в студию и рассматривал письмо счетной палаты, которое было по результатам проверки «Газпрома» и «РЖД» направлено президенту страны. Там есть замечания, которые вызвали у меня такое достаточно серьезное внутреннее напряжение. Например, там написано, что наша инвестиционная программа не соответствует стратегии развития, то есть стратегическим документам, определяющим развитие российских железных дорог. Это было написано в адрес руководства РЖД. Как вы знаете, наша инвестиционная программа, стратегия развития, даже наш бюджет, он утверждается на правительственном уровне. И если возникают вот эти вот разрывы, то они возникают из-за того, что правительство объективно оценивает те ресурсы, которым располагает, принимает решение о том, что мы сегодня не можем теми темпами идти в надежде, что в дальнейшем мы их нагоним. Но когда это адресуется правлению компании, мне кажется, что это не совсем по адресу. А вот тот факт, что решение о выделении 50 миллиардов рублей из Национального фонда благосостояния на модернизацию БАМа и Транссиба пришли к нам только в конце первого квартала, вместо того, чтобы прийти по решению в конце года, счетная палата этого не заметила. И вы совершенно правы. Значит, всем известно, какой уровень инфляции в нашей стране. Всем известно, что если денег нет, мы не можем начинать работу. К чему это приведет? Это, прежде всего, приводит к необходимости пересматривания сроков реализации программы. И опять после этого нам напишут, что, значит, у нас работа не соответствует стратегическим документам развития железнодорожного транспорта. А во-вторых, происходит просто-напросто обесценение денег. Ну, если, значит, в прямую брать предполагаемый уровень инфляции в этом году, на квартал денег у нас не было, то есть мы что, одну четвертую часть этих денег, по сути дела, потеряли, а на съеденной инфляции. Мы, со своей стороны, конечно, пытаемся и за счет оптимизации, и за счет эффективности не допустить и чрезмерного удлинения сроков реализации проекта, и справиться с выполнением объемов работ, но чудес на свете не бывает. Поэтому, с одной стороны, могу вас заверить, и вы можете заверить ваших читателей, что БАМ и Трансси будут модернизированы, точно так же, как мы обещали, и мы сделали инфраструктуру Сочинской Олимпиады, тоже в очень непростных условиях. А с другой стороны, конечно же, мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы и не вылететь за рамки согласованной стоимости проекта. Хотя по уму заказчик, а это государство, должны объективно рассмотреть ситуацию с инфляцией, со временем поступления средств для того, чтобы дать возможность компании работать в тех условиях, которые изначально были согласованы. Спасибо. В нашей студии сегодня присутствуют наши немецкие коллеги. В настоящий момент целая делегация молодых профессионалов находится в России, в гостях у российских железных дорог, проходит соответствующую стажировку. Наши коллеги были в Санкт-Петербурге, в Самаре, сейчас направились в столицу наших Олимпийских игр, в город Сочи. Там ознакомились с работой и ознакомляются с работой нашего железнодорожного логистического комплекса, который был подготовлен к Олимпийским играм. И сейчас они здесь. Владимир Владимирович, у них также есть вопросы. Коллеги, пожалуйста, вам слово. Владимир Владимирович, директор Алимпийских игр. Владимир Владимирович, от лица немецкой делегации, я хотел бы вас еще раз поблагодарить за очень эффективную программу обмена, которая существует между нашими компаниями. Я бы хотела попросить вас сделать все возможное, чтобы развивать и поощрять ее и дальше. И мой вопрос следующий. В рамках видения стратегии развития компании, какие вы видите основные сложности, помимо инфляции, экономической ситуации, о которой уже говорилось? Что для вас самое сложное на данный момент? Я хочу обратиться к коллегам. Поскольку вопрос задан на английском языке, то я с вашего разрешения на английском языке его и сформулирую, а переводчик переведет. В первую очередь, приветствую. В первую очередь, я очень благодарен, что мы продолжаем нашу коллаборацию между молодыми специалистами русских и немецких. В третьей очередь, после вашей возвращения, мои лучшие уважения к мистер Груба, мой хороший партнер и мой хороший партнер. I know that you are coming through a very difficult period of time with the strikes and everything, but I hope you will sustain. You ask a very serious question. Of course, I could elaborate naming many obstacles which we are facing, both in Germany, in Russia. But with your permission, I will concentrate only on one aspect. That is international collaboration, cooperation between railways. You see, yesterday, I had a very interesting discussion with one of the European leaders who came to Moscow. And we were referring to the question of collaboration between railway systems with different standards. You know, we are living in the, you know, field of 15-20 gauge standards, and you are living in 14-30. Thank you. From the legal point of view, well, simply speaking, in Europe, I am not considering to be European. Of course, I am not Asian, but legally, they don't know who I am. And, of course, from a legal point of view, I am not considering to be European. I am not considering to be European. Of course, I am not considering to be European. But, nevertheless, I am not considering to be European. And it is not clear to be my situation. We are working with you. We are working in different standards. So, our major challenge is to harmonize the standardization in order that we could freely cross the cross points in delivering passengers and in delivering cargoes. And, you know, as chairman of the Union of Airline Ways of these countries, and the Baltic Republic, Finland, and Bulgaria, lately, during the session of OSGD in Prague, I was very much surprised that I have opposition to this particular idea both on our side and on European side. I am completely sure that we need to work together. To harmonize these standards. Because our efficiency, the competitiveness of railways lies in collaboration. Only together, we can compete with automotive transport. Only together, we can compete with airborne transport. And that is our future. Okay, let it be the gauge is different. But today, we have Talga, and Talga can change the boogies, you know, the gauge of the boogies automatically. Not a problem. So, I believe in future, the trains should run without any problems, both on the territory of Russia and these countries, and on the territory of Europe. I suppose this is one of the major issues to be tackled together, and I hope that you, the younger generation, will work like that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Сегодня существуют технологии, существует тальга, которые умеют автоматически менять вагоны и тележки, что позволяет нам преодолеть все сложности, ширину колеи, преодолеть все сложности в разных стандартах. Поэтому я действительно считаю, что основной вопрос на сегодня именно вопрос стандартизации. Я надеюсь, что вы, будущее поколение, поможете нам достичь успеха в решении этого вопроса. Итак, друзья, вы можете спросить еще одну вопрос, но очень коротко, пожалуйста. Я пытаюсь дать это коротко. Первое, спасибо большое за то, что вы оказались здесь сегодня. Друзья, в несколько дней, вы будете 67, но вы еще, как сказать, продолжаете много энергии, И действительно у вас есть очень милиция, очень, 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 очень 아름다но. Друзья, в общем, желающие разговоры и разберутся сейчас, В этом телефону resonates очень, очень интересной, очень интересной. И, по-другому, в Германии мы recently introduced революционный год, 67. Поэтому моя очень личная вопроса, что ваша личная и интересная мотивация для работать в ФАРВР и быть в ФАРВР так полностью коммитетно к стратегическим целью РГД? Спасибо. Очень интересно. Мой вопрос следующий. Я знаю, что буквально через несколько дней вам исполнится 67 лет. Я восхищаюсь вашим постоянным вовлеченностью в трудовой процесс, вашим вниманием ко всем делам компании и энергии, которая из вас буквально фонтанирует. Я знаю, что РГД очень активно и давно состручивает с немецкими железными дорогами. И вот, в частности, в Германии пенсионный возраст как раз составляет 67 лет. Расскажите, пожалуйста, в чем ваш секрет? Как вам удается оставаться настолько мотивированным и вовлеченным? Откуда вы черпаете энергию и вдохновение? Мне нравится, когда молодые женщины делают мне такие комплименты. Это и есть мотивация. Но это, конечно, шутка, уважаемые друзья. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Вы знаете, вопрос о том, сколько человек может работать, относится к сфере его собственного ощущения. Вот чего бы я в жизни никогда не хотел, это чтобы, не важно, какой возраст, чтобы меня выпихивали с занимаемого позиции, потому что я перестал быть драйвером роста той компанией, которой я руковожу. Это смерть. И тогда никакое здоровье, никакой внешний облик не компенсирует этого факта. Во-вторых, это совет директоров. И правительство определяет, значит, сколько работать. У меня контракт подписан на очередные три года. Я не могу себе представить, что работа может в какой-то момент в РЖД закончена быть. Точно знаю, что не ощущаю себя способным проводить время с удочкой на берегу, хотя люблю рыбалку, наверняка найду себе чем заниматься, если такое произойдет. А что касается энергии и что касается задач, которые мы перед собой ставим, есть железный принцип любого менеджера. Никогда не оставлять за собой нереализованные проекты. За время существования компании мы уже реализовали очень многое. И сейчас мы приступаем к тому, что, наверное, мне уже самому не суждено будет довести до завершения полного. Мы приступили к проектированию высокоскоростного движения. Мы реализовали первый этап, и нам предстоит реализовать полностью восстановление движения по транскорейской железной дороге. Мы предложили, и сегодня будет подписан в межправительственном уровне подписан меморандум о создании нового транспортного коридора, в котором широкая колея пройдет через Ловакию до Вены, где мы встретимся с немецкими железными дорогами, не только с австрийскими железными дорогами. Нам предстоит очень многое сделать для того, чтобы выполнить проект модернизации БАМа и Транссиба. Мне бы хотелось увидеть переход, железнодорожный переход на Сахалин. И мне бы хотелось увидеть железные дорожные поезда, которые проследуют через Камчатку, через туннель на американский континент. Мне бы все это хотелось увидеть. Но даже если я не смогу реализовать эти проекты, будучи президентом компании, я заложу такие основы, чтобы они точно были реализованы. Это, собственно говоря, и есть мотив для работы. Получать удовольствие от своей работы. Спасибо, Владимир Иванович. А сейчас я хотел бы передать слово нашей мобильной студии, расположенной в диспетчерском центре управления перевозками Северной железной дороги. Коллеги, пожалуйста, здравствуйте. Вы в эфире. Владимир Иванович, коллеги, здравствуйте. Я начальник службы корпоративных коммуникаций Бузакова Елена Александровна, и мои коллеги находимся в диспетчерском центре управления движением Северной магистрали. И наш вопрос. Здравствуйте, я Владимир Иванович. Я Соловьев Иван Николаевич. Работаю электромехаником ремонтом локомотивного депо Вологда. И у нас сложилась такая ситуация, что в депо остались только люди, занятые ремонтом и обслуживанием приборов безопасности. В связи с этим вопрос. Что ожидает в дальнейшем ремонтные локомотивные депо? Будут ли они полностью переданы в сервисные компании, или же, может быть, в эксплуатацию, или же будут созданы какие-то новые организации? Спасибо. Во-первых, добрый день. Во-вторых, отвечаю на поставленный вопрос. Да, действительно, мы сейчас передали сервисным компаниям ремонт локомотивов. Вы совершенно правильно об этом говорите. У нас была довольно серьезная дискуссия относительно приборов безопасности. Мои коллеги настояли и убедили меня в том, что приборы безопасности должны ремонтировать мы. И именно эти участки сохранились в сегодняшних ремонтных локомотивных депо. Предполагается в ближайшее время, что имущество ремонтных локомотивных депо, а также весь численный состав участков по ремонту приборов безопасности перейдет в эксплуатационные локомотивные депо. Поэтому для работников компаний, которые сегодня работают в ремонтных депо, изменится только наименование депо, а, собственно говоря, не место работы, не содержание работы, не социальные какие-то аспекты этой работы не изменятся. Так что работайте на благо компании и не беспокойтесь. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо, Ярославль. Я хотел бы еще раз напомнить, что у нас работает горячая линия для работников компании. Ее номер 88001001520. В конце, Владимир Иванович, есть несколько вопросов, которые я обязательно хотел бы зачитать. Они поступают в режиме онлайн. И сейчас мы возвращаемся в студию горячей линии, в наш колл-центр. Лилия, вы в эфире. Спасибо, Антон. На горячую линию продолжают поступать звонки. Вопросы самого разного характера. В приоритете все-таки вопросы, связанные с социальными льготами, компенсациями и гарантиями. И сейчас у нас как раз такой звонок. К нам дозвонилась Жукова Галина Филипповна. Галина Филипповна, вы сейчас в эфире. Задавайте свой вопрос. Владимир Иванович, здравствуйте. Я инженер-эксплуатционник, почетный железнодорожник. В настоящее время пенсионер. И у меня вопрос вот такого характера. Почему нам, пенсионерам, очень мало выделяется санаторно-курортных путевок? В молодости нас вроде обходили. Мы молодые были. А теперь тоже обходят. И особенно движенцев. Мы вышли на пенсии, ну, сказать, ниже средней российской. За свой счет мы их приобрести не можем. Тяжело нам. А нам они были бы большим подспорьем. Как моральным, так и материальным. И я считаю, что не только для нас, а и для тех, которые сегодня работают на железной дороге. И тех, которые собираются прийти на железную дорогу работать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Добрый день. Я улыбаюсь, потому что действительно всегда вспоминаю, то ты все время молодой-молодой, перспективно еще подождешь, да? А то потом уже бесперспективно, и там, глядишь, и пенсионер. Ну, правда, жизни такая есть. Значит, с точки зрения обеспечения пенсионеров курортным лечением, у нас по трудовому договору записано, что 5% путевок выделяются на наших ветеранов. Я всегда подчеркивал, что это можно увеличить за счет занятия свободных мест в непиковые сезоны. Так что это, безусловно, надо тоже иметь в виду. Но, тем не менее, это тоже связано с деньгами. Единственное, что я могу вам сказать, вот записано 5%, а в прошлом году, например, у нас путевок к пенсионерам было выделено 8%. То есть мы с уважением относимся к нашим пенсионерам, делаем все от нас зависящее для того, чтобы вы сохраняли взаимоотношения с трудовыми коллективами. Приветствуем, когда вы работаете с молодыми и рады, когда вы получаете дополнительное удовольствие от жизни, в том числе и посещая наши санатории, дома отдыха. Будем это делать и дальше, но в том объеме, который предусмотрен нашим коллективным договором и чуть выше, если такие возможности у нас есть. А вам желаю здоровья, благополучия и удовольствия. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Владимир Иванович. Лилия, спасибо. Мы возвращаемся в центральную студию на Рижском вокзале. Коллеги, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Юго-восточная дорога, вагонное депо станции Ртищева, осмотрщик-ремотник вагонов, Шумин Алексей Владимирович. Владимир Иванович, с вашего позволения, хотелось бы передать самые теплые слова благодарности учителям Воронежской дортехшколы. А мой вопрос, значит, такой. Железная дорога, она славится своими трудовыми династиями. Моя династия начинается с 1912 года. У меня трое детей. Но по работе часто приходится сталкиваться с неуважительным отношением к работникам от членов проверяющих комиссий. Мне бы не хотелось, чтобы в дальнейшем мои дети сталкивались с теми же проблемами. Как долго будет это продолжаться? И как вы относитесь к таким случаям, как кумовство на железной дороге? Спасибо. У вас два таких разных вопроса. Давайте сначала по этике поведения. Неважно, там, контролирующих или руководящего состава. Я вообще не выношу такого поведения в отношении подчиненных, потому что начальник, который позволяет себе в оскорбительной форме разговаривать с подчиненным, он, по сути дела, использует свое должностное положение, исходя из того, что ему аналогичным образом ответить невозможно. Ну, потому что это будет просто безобразие, согласитесь. Но если он сам допускает такое поведение, то это предмет для серьезнейшего рассмотрения на заседание трудового коллектива. Вы знаете, я расскажу вам один случай из жизни моего собственного отца. Он был начальником штаба, был уже тогда подполковником летного полка. И однажды, я помню, я был мальчишкой, маленьким совсем, но дети же, они чувствуют родителей. И я вижу, что отец пришел очень расстроенным. Очень расстроенным. И потом в разговоре с мамой я присутствовал, я услышал, я на всю жизнь это запомнил, его прописочили на партийном собрании. А в партийной организации, как вы знаете, были и рядовые, и средний командный состав, там неважно было там, полковник, подполковник, неважно. Его прописочили, он сам деревенский мужик-то. Ну и видать, что-то там, это самое, в сердцах, по-деревенски, на хорошем русском языке, альтернативном, что-то такое выдал. И он очень переживал по этому поводу. Я думаю, что нам нужно ввести такую практику. Если начальник, даже перспективный, даже хороший, не умеет вести себя с рабочими, с работниками, ну так давайте вызовем его на трудовой коллектив, поставим перед всем трудовым коллективом, не один на один где-то у него в кабинете, а перед трудовым коллективом, и скажем ему, Иван Иванович, ты хочешь работать вообще с нами? Тогда веди себя по-человечески, достойно, так, чтобы мы тебя уважали. А если ты не умеешь себя так вести, то грош цена всем затратам на твое образование, обучение, и тебе работать с нами невозможно будет. Я думаю, что одного такого разговора хватит на всю оставшуюся жизнь. Вот и все. Безобразие. Вообще говоря, нужно, значит, у нас есть коды, самые коды с этики, по которым мы, значит, должны строиться отношения в компании. И я считаю, что мы должны опереться на трудовые коллективы, и вот такие факты хамского, значит, отношения к работникам мы должны, безусловно, пресекать. Все. Булычок. Второй момент, второй вопрос задавал Алексей. Владимир Иванович, тут польза и случаем, артическая школа искусства, детей и железнодорожников, вот Оля Зайцева вам передает картину, акварель. Спасибо большое, Оля Зайцева, от меня тоже ей подарок пойдет. Не люблю ни одну эту самую. Обязательно отдарюсь. Но я не ответил на второй вопрос. Второй вопрос. Напомните, вторая часть вопроса. Бытует такое понятие кумовство. А, да, все. Вы знаете, как я к этому отношусь? Мы говорим о династиях, да? И мы славим династии. Поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы дети начальников тоже становились железнодорожниками. Но во все времена существовал принцип. Он нигде не был написан. О том, что родственник не может работать в прямом подчинении родственника. Это не касается отец, мать, ребенок, неважно. Родственник не может работать в прямом подчинении родственника. Если ты хочешь, чтобы твой сын или твоя дочь стали железнодорожниками, а ты сам руководитель значительного уровня, ну так ты его направь куда-то, чтобы из него вышел человек. А его около себя, под собой где-то там сохранить, помочь родимой кровинушке, это портит человека. Ничего хорошего в этом нет. Вы мою позицию знаете. Соответствующее решение, соответствующее поручение я департаменту управления персоналом дал. И я очень не завидую тем руководителям, которые не услышат с первого раза, а сейчас вы задаете мне вопрос, со второго раза того предостережения, которое могут почувствовать в моем ответе. Я больше ничего по этому поводу говорить не буду. Спасибо, Владимир Иванович. У нас есть еще один вопрос в нашей студии. Пожалуйста. Техник Хилокской дистанции пути Светлана Викторовна Козлова за Байкальская железная дорога. У меня, Владимир Иванович, вопрос такого характера. В этом году были неприятные ситуации, связанные с пригородными перевозками. В частности, в Хилокском районе из-за Байкальского края очень сильно пострадали жители. Прямо целая беда. Только четыре серебряных нити там у нас есть. Как известно, это дошло до президента страны. Электропоезда были введены, но тариф оказался не под силу жителям. И нужно отдать должное, что руководство за Байкальской железной дороги, договорившись с властями, нашли общий язык. Сегодня мы по-прежнему можем пользоваться пригородным транспортом. Но меня, как железнодорожника, как гражданина, как депутата сельского поселения Харагунское интересует вопрос, как эта ситуация обстоит по сей дорог в целом по стране и как удается ее решать. Спасибо. Прежде чем ответить, разрешите предложить вам посмотреть небольшой сюжет о выполнении поручений, которые вы давали на предыдущей программе касательно этого вопроса. Хорошо. Пожалуйста, видео. В 2014 году и особенно в начале 2015 произошло серьезное сокращение, а в некоторых регионах и вовсе полная отмена пригородных поездов. Из-за этого многие работники потеряли возможность приезжать на работу вовремя. Важно отметить, транспортное обслуживание населения в пригородном сегменте железнодорожных перевозок относится к финансовой ответственности государственных органов субъектов России. И это зафиксировано в 184-м в федеральном законе. Сейчас из 73-х субъектов только 14 полностью выполняют свои обязательства по возмещению выпадающих доходов перевозчика, а 23 компенсируют не более половины. Проблема с отменой электричек дошла и до президента страны. По устному поручению Владимира Путина, не дожидаясь официального заказа региональных властей, РЖД за счет собственных средств восстановили все 312 отмененных в этом году электропоездов. Для решения вопроса, связанного с подвозом железнодорожников к месту работы к началу трудового дня, а также их вывозам по окончанию, на всех магистралях были назначены специальные рабочие поезда. На отдельных участках организован дежурный автотранспорт. Движение рабочих поездов сбалансировано с объемами выполняемых работ по содержанию инфраструктуры. Вот видите, частично ответ содержится в этом сюжете, но ситуация по-прежнему не может нас удовлетворять. У нас цели общие, а ответственность у нас персональная. И, конечно, ничего хорошего в том, что вопросами пригородных перевозок занимается президент страны, нету. Хотя для нас это большое подспорье, потому что это прямой импульс в адрес региональных властей, которые в соответствии с законом должны обеспечить транспортное обслуживание и, соответственно, определить источники финансирования транспортного обслуживания. Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда серьезные люди заявляют, они нужны нам эти электрички, очень дорого, да мы там вывезем сколько этих людей, мы вывезем автобусами, а хоть вертолетами возить будут. Ну и довозились. Дело докатилось до президента страны. Мы восстановили то, что было по согласованию с регионами, подчеркиваю, товарищи, по согласованию с регионами, мы ничего сами не отменяли. Восстановили это. Но деньги-то должны приходить, это же на что-то надо содержать, надо же оплачивать вашу работу, надо оплачивать эксплуатацию электричек, все эти обустройства, эти деньги откуда возьмутся? Они могут взяться только, а, либо из тарифа, и как вы правильно говорите, когда в Забайкальске установили тариф 90 рублей за зону, ну и что? Ну и все взвыли просто-напросто. По такой цене никто ездить не может. Но сейчас, слава богу, там действительно договорились, сделали 30 рублей за зону, вроде так стабилизировалась ситуация. Со своими-то работниками мы разберемся, но у нас возникает другая проблема. Приходят наши рабочие поезда, и народ пытается в эти рабочие поезда сесть. И вот что? Выталкивать, выгонять? Такая крайне тоже неприятная социальная ситуация. Есть и более какие-то вопиющие факты. На Куйбышевской дороге только в этом году, дважды, в выходные дни, по согласованию с администрацией, установлены конкретные поезда. Количество поездов, количество вагонов в этих поездах. А людей приходит в два раза больше, чем ввестимость вагона. Люди на шпалы вышли. Приходится автоматически, срочно решать этот вопрос. Региональные власти что, не в курсе, что ли? Они что, не знают, что это? Знают. Поэтому это безразличие и безответственность. Но это уже по линии решения других органов, а не правления компаний. Со своей стороны, вот вы видели, что по рабочим поездам, то, что можно, мы будем делать, безусловно. Ну и, естественно, будем активно работать с региональными властями, для того, чтобы и пассажиры, и граждане, которые живут в регионах, не страдали от тех решений, которые принимаются сначала так, залихвастки, а нет денег, а сокращайте поезда, а потом те же заявляют, а почему железнодорожники не обеспечивают перевозку. Будем работать. Мы с вами по определению стрелочники отвечаем за все. Спасибо. А мы переносимся в студию Ростовского государственного университета путей сообщения. Ростов. Уважаемые коллеги, добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро, уважаемый Владимир Иванович. Ростовский государственный университет путей сообщения приветствует участников открытого разговора. У микрофона начальник службы корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги Дмитрий Туринский и студии университета, студенты вуза. И у них есть вопросы для Владимира Ивановича. Чайников Кирилл, пятый курс, строительный факультет. Уважаемый Владимир Иванович, в этом году я заканчиваю пятый курс по строительной специальности. В течение всех пяти лет я активно участвовал в научной деятельности. Считаю, что наука должна иметь прикладное назначение. И всегда было интересно, как наука применяется непосредственно в производстве. В этом году я поступаю в аспирантуру и также нужно выходить на работу. В связи с этим у меня вопрос. Возможно ли каким-то образом совмещать обучение в аспирантуре и работу на производстве? А также у меня следующий вопрос. Возможно ли проведение занятий по прикладным предметам руководителями железной дороги и предприятий? Я считаю, что это было бы очень интересно. Спасибо. Я тоже считаю, что это было бы очень интересно. Более того, мы всячески поддерживаем участие руководителей РЖД в преподавательской деятельности, в принятии экзаменов. Вы знаете, что это у нас делается. И дай бог и так дальше будет продолжаться. Что касается аспирантуры и работы. Знаете, насколько я помню, сейчас у нас изменился нормативные документы, связанные с постуниверситетским образованием. То есть аспирантура, она сегодня рассматривается как этап образования, образовательного процесса. И если раньше вы были свободными казаками, могли приходить, могли не приходить, главное выполнять определенные работы, то сейчас вы должны посещать соответствующие лекции, соответствующие занятия. Значит, поэтому с точки зрения совмещения аспирантуры и работы, это уже зависит от вашего руководителя, от того рабочего предприятия, куда вы придете на работу. Благо, если вы останетесь в университете, например, на преподавательской деятельности, или преподавательская, наверное, рановато, там, скажем, работа в лабораториях, работа на кафедре, тогда вам это легче будет делать. А если вы будете работать по рабочей специальности, то здесь, конечно, я вижу определенные сложности. Но в каждом конкретном случае надо вопрос решать с администрацией. Я со своей стороны всячески поддерживаю стремление молодых выпускников продолжить работу, поддерживаю стремление получать степени научные. Я приветствую степени у руководителей компании. Все, что от нас будет зависеть, то, что мы можем сделать в этом отношении, безусловно, будем делать. И, как говорится, вам флаг в руки. Я хочу, чтобы побольше таких ребят приходило в науку. И мне нравятся лица ваших коллег, которые передо мной стоят. Дай бог, чтобы таких лиц у нас было побольше. Тогда мне не будут задавать вопрос. А почему вы до 67 лет работаете? Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо, Ростов. Время эфира нашей передачи подходит к концу. У нас осталось примерно 10 минут, как подсказывают режиссеры. Владимир Иванович, в режиме онлайн поступило несколько вопросов, по которым хотелось бы пройти. Они живые. Может быть, развернуты мы не успеем дать ответы на все. Но мы после эфира обязательно эту работу доведем до конца. Давай. Значит, Брынин Сергей Петрович. Он из ремонтного локомотивного депо «Артемовский». Значит, вот если вкратце, как я успел понять его проблему, считает, что ему необоснованно, неправильно рассчитана выплата за преданность компании. В принципе, ситуацию перепроверим тогда. И посмотрим. Совершенно очевидно. И Сергей Петрович, если он нас слышит, может быть уверенным, что такое поручение, как вы видите, уже воспринято. Безусловно, все будет просчитано. И вы получите соответствующую информацию. Если все было рассчитано справедливо, ну, убедитесь, что справедливо. Если было рассчитано несправедливо, те, кто допустили ошибки, будут наказаны, а вам все будет компенсировано. Определенный похожий вопрос у Прусова Геннадия Михайловича. Он электромеханик, в московской РДЖВ трудится. Говорит о том, что неправильно произведена индексация и расчет. То же самое. Ну, опять-таки, индексация у нас 3,7%. Все это достаточно легко считается. Опять-таки, попрошу вас проконтролировать, чтобы проверка была сделана, и соответствующие разъяснения, и соответствующие выводы тоже были сделаны. Аналогичный вопрос у Белозерцевой Елены Семеновны, проводника ЛВЧ-8 на Октябрьском полигоне. Все то же самое. Автоматом просто в поручение. Емский, их Виктория Сергеевна, ведущая инженер Красноярской дирекции тяги. У нее живой вопрос. Она брала ипотеку как молодой специалист и в 2013 году, но в декабре 2014-го была сокращена по сокращению штатов, затем вновь устроилась в компанию в дирекции тяги, но утратила возможность получать субсидию, то есть поддержку корпоративную. Почему? Ввиду того, что сначала была сокращена и пока устраивалась, искала новую работу в другой дирекции, значит, этот момент утрачивает, она утрачивает возможность получать эту субсидию. Тогда вы разберитесь, пожалуйста, почему молодой специалист был уволен, во-первых, потому что у нас существует порядок, по которому молодые специалисты не подлежат сокращению. Правильно? Плюс ситуация... Существует такой порядок. Существует. Тем более с ипотекой. Вот разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом и потом мне лично доложите. Есть, Владимир Ильич. А потом тогда будем принимать решение. Антонов Михаил Николаевич, осмотрщик-ремонтник вагонов из депо Дема, это Куйбышевский полигон, дирекция инфраструктуры, спрашивает о том, что приостановлена работа банка ВТБ по выдаче ипотеки в связи с тем, что они смотрят сейчас по возможности увеличения ипотечных ставок. Мы действительно, вот по памяти скажу, мы действительно вели переговоры с банком, договариваясь о том, какую ставку они должны сейчас выставить. Но с того момента у нас дважды уже базовая ставка Центробанка менялась, и мы договорились, что в той части, которая касается РЖД, мы немножко приподнимаем, приподнимаем свою ставку, ну в свете вот этого скачка, по-моему, до 4%, но во всяком случае ничего останавливаться не должно, поэтому это нужно будет транслировать тогда Михайлову, Вадиму Валерьевичу. Вы, если и хотите, мне напомните, или сами тогда ему передайте. Мы все сделаем, мы готовили вчера, банк сейчас в окончательном расчете находится. Возможно, может быть, это и не произойдет по их позиции. Хорошо. Уважаемый Владимир Иванович, здесь пришла и благодарность в ваш адрес, в адрес Михаила Павловича Акулова от студентов-проводников, которые у нас массово задействуются на летних пассажирских перевозках, перевозках в студенческих отрядах проводников, выражают благодарность в том числе своим непосредственным наставникам в депо Мицкой Оксане Абдулазизовне. Ну, хорошая, хорошая благодарность. Значит, поскольку мы говорили о наставничестве, вот конкретный пример, конкретный человек, я думаю, что эту благодарность надо будет реализовать еще и на нашем уровне, не только словесно, со стороны студентов-проводников. Спасибо, понятно. Иванов Николай Васильевич, начальник службы северной дороги о перспективах развития северного широтного хода. Значит, интересная тема, интересный проект. Ведем работу, сложно ведется работа, но тем не менее, и сейчас вот, когда был за границей, встречался с потенциальными инвесторами, иностранными, пытаемся помочь в реализации этого проекта, считаем его необходимым, необходимым, ну и, конечно, для нас головной боли добавится, потому что на северной дороге там придется тоже усиливать инфраструктуру и вкладывать деньги в ее развитие. Но сам проект, безусловно, существует, и будем стараться, чтобы он реализовался. Спасибо. По всем остальным вопросам мы обязательно проведем работу, и ответы будут доведены до непосредственно наших коллег. Время эфира, как уже подсказывают режиссеры, заканчивается. Режиссеры так подгадали, что в конце запланировали небольшой видеосюжет, Владимир Иванович, мы начали с темы Великой Победы, 70-летие, и буквально недавно в странах СНГ, в России, в Белоруссии, по сути, была реализована акция поезд дружбы ветеранов в войне против нацизма. Руководители главы железнодорожных администраций встречались с ветеранами, которые приехали в Минск и Брест буквально две недели назад. У нас запланирован видеосюжет, который предлагается посмотреть, и затем перейдем к подведению итогов, Владимир Иванович, к завершающему слову. Хорошо. Уважаемый Владимир Иванович, спасибо вам за тот поезд, который вы организовали. Народ встречает нас с любовью, с уважением. Работники железнодорожного транспорта делают все для нас, чувствуя себя прекрасно, обслуживанием, персоналом. Настолько все это дело отработано, нигде никаких сбоев, что не спросишь, даже если не спросишь, уже помощь ощущается, чувствуется. Спасибо за это. Уважаемый Владимир Иванович, позвольте мне представиться. Я председатель комитета ветеранной войны вооруженных сил Республики Армении. Я хочу, во-первых, выразить свою благодарность от имени нашей делегации, что мы участвовали в этой акции. Но знаете что, это не только для нас ветеранами было хорошо, это нужно было для молодежи, потому что они должны знать, что мы победители, чтобы наша молодежь знала, как надо действовать. Они по нашему примеру должны продолжать нашу работу. Я обращаюсь к молодежи. Молодежь должна крепить наше государство. Должны идти, как мы шли вперед, вперед, вперед. Ну, я думаю, что вот эти слова можно отнести к заключению, которое можно было бы сделать. Я всегда вспоминаю этот эпизод с маленьким мальчиком, которого спросили, а почему ты хочешь быть машинистом? А он ответил, потому что я люблю смотреть вперед. Вот опираясь на слова нашего уважаемого ветерана, какие бы сложности перед нами не возникали, какие бы проблемы не возникали, мы должны смотреть вперед. Мы, конечно, должны смотреть, что происходит на флангах, с тем, чтобы не допустить какой-то прогляд. Но идти мы должны только вперед. И я считаю, что нашему коллективу, невзирая на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, эта задача вполне по плечу, по рукой чему являются уже реализованные проекты, те достижения, которые есть, а наличие вопросов, проблем, недостатков, это для нас не причина для того, чтобы испытывать некое угнетение, а основание для того, чтобы работать еще более эффективно, слаженно и, безусловно, сохранять тот дух корпоративности, который свойственен всем железнодорожникам, в том числе и невзирая на национальную принадлежность. Желаю вам всем успеха, благополучия и до следующей встречи. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Иванович, спасибо за открытый разговор, до встречи в эфире. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»